Как получить президентский грант на 1 миллиона рублей? Таким непростым вопросом задались в Управлении социального развития Мирненского района. Для этого организовали двухдневный семинар социально ориентированных проектов. Пригласили руководителей и представителей общественных и некоммерческих организаций района. Лекции читали преподаватели из Алтая. С ними вели долгие переговоры, потому что видеть в Мирном хотели именно их. Почему, расскажут наши коллеги. Вениамин Вальнов ведет лекцию для слушателей из городов и поселков Алмазного края. Личность эта в общественном движении нашей страны известная. После развала Советского Союза он с коллегой в числе первых в 1995 году организовал на Алтае общественную организацию и начал работать с грантами. За все время около 150 проектов мы реализовали. Но помимо этого мы работали с организациями-партнерами, для которых мы были грант-операторами. Через нас реализовывались грантовые программы. То есть мы были грантодателем. Последняя у нас в прошлом году закончилась двухлетняя программа, которую финансировало Министерство экономического развития Российской Федерации. Достаточно большая. В прошлом году был достаточно крупный грант президента Российской Федерации. Сейчас мы реализуем проект на средство гранта президента Российской Федерации. И надеемся продолжать в том же духе. С 2017 года указом Владимира Путина в стране создан единый оператор выдачи президентских грантов. На свой проект можно получить до миллиона рублей. Главное – правильно оформить заявку. Если бы я смотрел, я понимаю, что здесь нет... Вот, смотрю я вашу заявку, да, посмотрел, нет количественных показателей. Я дальше даже бюджет смотреть не буду. Я сразу напишу, что заявка не рекомендуется в финансировании, потому что невозможно просчитать бюджет. Все, до свидания. С какого я должен дальше корячиться и смотреть какие-то глупые цифры. Участники во время семинара составляли проекты на собственные темы по стандартам президентского фонда. Некоторые представители общественных организаций столкнулись с темой социальных грантов впервые. Реализовать проекты с помощью государства оказалось гораздо проще. Так как я инженер, то касалась я большую часть именно инженерных проектов, каких-то технических частей. И для меня социальные проекты, направление социальных проектов, оно было совершенно неизвестным. И благодаря этому семинару оно для меня раскрылось. Я увидела, что там есть большой потенциал, и появляются какие-то новые идеи, которые в дальнейшем благодаря этому проекту я надеюсь, что реализуем. Именно на таких людей с идеями и проектами рассчитана новая политика государства. Инициативу передают в руки населения, чтобы люди сами делали жизнь вокруг себя лучше. Все больше раз государственной экономики, в первую очередь в социальной сфере, все больше повышения конкуренции на сфере социальных услуг. Для этого сейчас все делается. И, в общем, здесь не только вовлечение некоммерческих организаций, но и вовлечение вообще всех коммерческих структур, учреждений социальной сферы. Это делается, в общем, вполне разумно для того, чтобы минимально минимизировать бюджет, но при этом повысить качество услуг. То есть вводится конкуренция, что не только госучреждения монополисты, а на этом рынке могут работать все. Но здесь уже не грантовые механизмы работают, немножко другие, про которые мы здесь не разговариваем. Но, в общем, все идет в этом направлении, и это хорошо. За дополнительной информацией можно обратиться на сайт президентскиегранты.рф. Ресурс работает с 2017 года. Он прост и понятен в использовании. Здесь также можно увидеть, какие организации уже подали свои заявки. Немало их из Якутии. В Управлении социальной защиты надеются, что после этого интересного семинара таких заявок станет еще больше. Роман Муконин, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова